Доброе утро! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Екатерина Булучевская. И вот главная тема выпуска. Дешевле, быстрее и без пересадок Омский транспорт выходит на новые магистральные маршруты. С гордостью буду ездить и рулить, и всем улыбаться. В какие районы города можно будет уехать даже поздно вечером? Совсем не ласковые лучи. Из-за резкого потепления на больничных койках все больше жертв гололеда. Сняли пробу. Росприроднадзор проверил на токсичность золошлаковую смесь, которую сбросила четвертая ТЭЦ. Что показали анализы и грозит ли Омску эко-катастрофа? Спортивный обзор от топ-менеджера «Авангарда» Александр Крылов станет гостем 12-го канала. Уже завтра спецвыпуск «Большой тройки». И все выключено. Я не думаю, что у нас такое может выбиться с коллеги. На арене «Металлурга» во время тренировки ястребов погасили свет. Зачем? В Омске до конца года заработают 10 магистральных маршрутов. Их поделят между собой новые автобусы и троллейбусы. Маршруты свяжут отдаленные микрорайоны города и будут перевозить Амичей с 6 утра и до 11 часов вечера. При этом в часы пик интервал движения не будет превышать 10 минут, а в остальное время не дольше 20. Свою эффективность такие перевозки уже доказали. По Омску уже колесят два магистральных маршрута, троллейбусы тройка и четверка. Еще один накануне связал правый и левый берег. Впервые в рейсы на него вышли новые адмиралы. Анна Кокорина продолжит. На работу теперь, как на парад, шутит водитель троллейбуса со стажем Сергей Сапожников, обходя перед рейсом своего новенького адмирала. За баранкой Рогатого мужчина без малого 30 лет. Водил советские зевушки. Признается, поездки на новой машине, как выход в космос. Электроника на грани фантастики. В кабине и в салоне климат-контроль. Зимой не холодно, летом не жарко. Специальные датчики контролируют посадку пассажиров. Пока троллейбус не остановится, двери остаются закрытыми. Не придется водителю и простаивать в пробке. Если на дороге, например, авария, ДТП можно объехать, сняв рога. Благодаря этим пружинам веревки фиксируются только приемникам. То есть в любую погоду, плохую, не надо, как мы раньше закидывали, все грязные, чумазные. Сейчас все это делается аккуратно, все современно. Взял, снял их потихонечку. Также это все делается автоматически. Из кабины. То есть можно даже, не выходя из кабины, сидя на сиденье. То есть это действительно просто фантастика. Нажал на кнопочку, все притянулось. И ты просто как белый человек. Скажут, надеть рубашки. Да, без проблем. Я с радостью одену белую рубашку и с гордостью буду ездить и рулить, и всем улыбаться. Но это правда. Действительно, теперь получаешь удовольствие. Этой весной колесить по Омским улицам будут еще 29 новых адмиралов. Перед выходом в рейс технику презентуют губернатору Александру Буркову и мэру Оксане Фадиной. Курсировать эти машины будут по 67 маршруту от Омского нефтезавода до поселка Солнечный. С комфортом уехать с правого берега налево и обратно. А мечи смогут с 6 утра и до 11 вечера. Выбор был сделан правильный. Мы сейчас беседовали и с водителями, и с обслуживающим персоналом, и с технарями. Машина очень хорошая. Жалоб нет, рекламации нет. Поэтому я считаю, нашему городу Омску повезло. Мы понимаем, что у нас ограниченные возможности бюджета. Но мы считаем, что задача, поставленная президентом в создании комфортных условий жизни на территории страны, мы эту задачу выполняем. Мне приятно, что именно мы, как муниципалитет, задаем стандарт к качеству жизни. И наши партнеры, это хозяйствующие субъекты, коммерческие единицы, они этот стандарт видят. И так или иначе должны к нему стремиться. А что главное? Главное, что этот стандарт нацелен на наших людей. Сейчас по Омским улицам курсируют 62 новых троллейбуса. Это практически половина всего автопарка-депо. Большую часть машин отправили на магистральные маршруты, которые связывают между собой отдаленные микрорайоны города. Пока их только три, но до конца года будет 10. Половина из них автобусные. Колесить по ним будут новые волгобасы, комфортные и с большими окнами. Анна Кокорда, Дмитрий Алдыгевченко, 12 канал. Снег при плюсовой температуре, обещают синоптики о мечам на этой неделе. В Омске заметно потеплело. Днем столбик термометра уже доходит до плюсовых отметок. А по ночам метеорологи прогнозируют пока еще минус до 19 градусов при прояснении. Из-за этого ожидаются гололедные явления. На дорогах возможны снежные накаты, что чревато ушибами и переломами. Только накануне из-за ледяного дождя в Омских травмпунктах зарегистрированы несколько десятков обращений. Также по прогнозам всю эту неделю возможны дожди и снег. Тем временем спасатели предупреждают о мечей об опасности зимней рыбалки и выходе на речной лед. Его сотрудники МЧС называют коварным и опасным. Но это не останавливает любителей посидеть с удочкой. Выходные спасатели вышли в рейд. Рыбные места известны. В городе таких 42. И на каждом не меньше сотни людей. Все, что могут сделать инспекторы, в очередной раз объяснить рыбакам, как опасно находиться на льду, который хоть и выглядит толстым, но на деле уже становится рыхлым. В Омской области самое большое количество любителей зимней рыбалки выходит на озера Ик и Салтаим в Крутинском районе. Каждому сотрудники МЧС рассказывают о рисках и вручают памятки, в которых наглядно показано, что делать, если человек все же провалился под лед. Экологическая катастрофа Омску не грозит. Росприроднадзор проверил на токсичность техническую воду, которая вместе с залой разлилась по Новоалександровке. Отходы не представляют угрозы для окружающей среды, как показали исследования. Превышений показателей химикатов нет. Напомню, на прошлой неделе на ТЭЦ-4 прорвало один из трубопроводов. На улице хлынула смесь технической воды из-за лошлаков. Дороги почернили так, будто их засыпал вулканический пепел. Местные забили тревогу, а экоблогеры начали расследование. Зола крайне опасна как для человека, так и для почвы. Чтобы разобраться в проблеме, мы оперативно направили запрос в Росприроднадзор. Ведомство организовало проверку. Вердикт – опасности нет. А в ТГК-11, в структуру которой и входит 4-я теплоэлектроцентраль, сообщили, что авария уже устранена. Один из 500 лучших вузов мира Омский государственный технический университет включили в престижный рейтинг по версии британского журнала Times Higher Education. ОМГТУ стал единственным учебным заведением Омска, когда-либо попадавшим в этот рейтинг. Вуз высоко оценили в категориях цитирования, международное взаимодействие и доходы от промышленности. Добавлю, такую оценку учебным заведениям популярный журнал дает с 2010-го. В этом году туда вошли 606 университетов из 48 стран. Первое место среди российских вузов занял МГУ имени Ломоносова, а лидер мирового рейтинга – британский Оксфордский университет. Праздничному салюту в честь Дня Победы Быть городские власти объявили о том, что 9 мая небо Омска украсят около 4,5 тысяч ярких залпов. Запустят салют сразу в трех точках – Советский парк, набережная Тухачевского и Иртышская набережная в районе цирка. Панорамный, непрерывный, трехуровневый – таким в этом году обещает быть праздничный фейерверк. Сейчас ищут подрядчиков, которые смогут выполнить эти условия. Обойдется салют в 3 миллиона рублей. О строительстве арены Омск, выступлении ястребов в плей-офф и многом другом. На 12-м канале завтра выйдет спецвыпуск программы «Большая тройка». Гостем Максима Гречанина, Алексея Адариева и Андрея Блохина станет председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. Топ-менеджер приедет в Омск, чтобы увидеть, как идет строительство стадиона, побывает на производстве трибун для арены, а вечером придет в студию 12-го канала. Прямой эфир начнется в 20 часов. Смотрите на ТВ и в приложении. Трансляция также будет доступна и в наших социальных сетях. Не пропустите! Новости спорта продолжит Петр Смольников, который следил за играми «Иртыша» и «Авангарда». Под знаком побед прошли минувшие выходные для омских спортивных команд. Первыми планку задали футболисты «Иртыша». Им противостоял астраханский «Волгарь», ранее не знавший поражений во втором круге. Евгений Харлачев на острие атаки оставил новичка команды Илью Стефановича. А на правом фланге соперником досаждал Артур Шлейермахер, впервые за долгое время вышедший на поле со стартового свистка. Настроенные прервать безовыигрышную серию, речники сразу же принялись атаковать ворота «Южан». И уже на 12-й минуте Денис Магадиев с углового открыл счет в матче. Астраханцы тут же устремились восстанавливать равновесие, но Владислав Полетаев стеной преграждал дорогу к мячу. А там, где и он был бессилен, за мячей играла перекладина. После перерыва удвоить преимущество «Иртышу» не удалось, но и этого хватило, чтобы отпраздновать первую победу во втором круге чемпионата ФНЛ. Когда пыхтишь, стараешься, царапаешься, катишься, убиваешься в минимум свободного пространства сопернику, то, наверное, очки так и зарабатываются, так они и приходят. Не просто пришлось и авангарду. На второй матч серии против «Магнитки» место в воротах занял Шимон Грубец. Это был его дебют в плей-офф КХЛ. Еще в первом периоде голки переждала серьезная проверка на прочность. Ястребы выстояли в расстановке 5 на 3, получив два удаления подряд за игру высокоподнятой клюшкой. В первом случае выяснилось, что Тейлор Бек – хороший актер. На замедленном повторе видно, как Береглазов попал ему в большей степени по плечу. А во втором периоде заложниками таланта нападающего гостей стал Кирилл Готовец. И вот как этот эпизод прокомментирует Боб Хартли. Я думаю, что Чибисову нужно награду в Голливуде получать. Во второй 20-ти минутке команды обменялись заброшенными шайбами. На голодамира Шеребзянова гости ответили точным броском Карпова. Следующее взятие ворот состоялось лишь в третьем периоде. Оливер Каски отличился в большинстве, но арбитр усмотрел перед этим пас рукой. И взятие ворот отменил. Тяжелая игра, очень эмоциональная и психологически тяжелая, потому что не зачитали вроде гол, когда повели 2-1. После этого тяжеловато, конечно, играть, когда нам показалось, что ничего такого не было. Не было пас рукой, но судьи посчитали, что был. Но авангард все-таки взял свое в овертайме. Сергей Толчинский, кстати, снова в большинстве все же принес победу команде. Теперь серия переезжает в Магнитогорск. А тем временем «Металлург» пытается применять методы психологического воздействия. Накануне тренировка авангарда на арене в Магнитогорске началась в кромешной темноте. На лед ястребы вышли за 10 минут до начала тренировочного времени. Но свет во дворце включили лишь в забронированное время в 19.45. Впрочем, на настрой игроков омской команды это никак не отразилось. Тренировка прошла продуктивно. Я не думаю, что нас такое может выбить из колеи. Я не думаю, что они специально это сделали. Какой настрой на матч номер три? Да, в принципе, такой же, как и на предыдущую игру. Играем только на победу. Будем стараться действовать с полной концентрацией. И будем стараться реализовывать те моменты, которые у нас есть. Итак, третий матч серии «Авангард Металлург» сегодня. Начало трансляции на 12-м канале в 19.45 по омскому времени. Не пропустите. Амичи сегодня покажут мюзикл на колясках. На сцене музыкального театра профессиональные артисты в постановке «Невозможное возможно» представят шесть номеров, объединенных одной сюжетной линией. История расскажет о человеке, который попал в сложную жизненную ситуацию. Музыку к проекту написал омский композитор Сергей Шичкин. Исполнять ее будет живой оркестр. Причем музыканты будут находиться на одной сцене с актерами. Мюзикл – один из самых сложных театральных жанров. За его реализацию взялись участники общественной организации «Танцы без границ», получив поддержку фонда президентских грантов. Премьера мюзикла сегодня вечером и билетов уже почти нет. Но организаторы проведут прямую трансляцию спектакля на своей странице во Вконтакте. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях – Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Мед с лучших пасек страны в Омске. Новые виды этого полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке меда мечам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма любого меда – банка меда в подарок. Подробности далее. Опытные пчеловоды привезли в Омск десятки видов вкусного и полезного лакомства с лучших пасек Алтая, Башкирии и Дальнего Востока. Для тех, кто хочет поддержать свой иммунитет, есть целебные сорта – липовый, имбирный, с пергой и прополисом. Все они богаты витаминами и микроэлементами. А новые виды меда с добавлением свежих фруктов, орехов и ягод станут ярким дополнением к любому чаепитию. И приятно удивят гурманов. Я приглашаю всех вот именно за медами с ягодами. Это очень вкусный десерт такой с чаем, чай на травках заварить, с блинами, с метком. Все вам представим, угостим, дадим попробовать, посоветуем. Помимо большого выбора и выгодных цен покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда – банка меда в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство по своему вкусу мечи могут сразу на нескольких площадках. Выставка продажи меда проводится с 19 по 22 марта в торговом центре «Мега» и в торговом доме «Корона» на улице Богдана Хмельницкого, остановка ДК имени Баранова. Спонсор прогноза погоды ИП – Севкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Сегодня, 22 марта в регионе, переменная облачность без осадков. В Омске днем от 4 до 7 градусов со знаком минус. В районах дневная температура составит 5 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты зимой теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. При покупке теплицы сейчас хранение до установки бесплатно. Получи скидку на монтаж или теплицу. И парник в подарок. Пенсионерам скидки. Площадь у хит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23. Таковы новости о развитии событий. Расскажем в 14 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова